Вадим Санжаров Психосоматика на пальцах Вы можете прослушать эту аудиокнигу из трёх состояний. Первое. Отрицание. Докажите мне. Я не верю. Это всё чушь. Если какая-то информация вызывает у вас особое сопротивление, именно там находится ваша самая большая зона роста. Подумайте, почему именно эти слова возмущают вас больше всего? Какая истинная причина? Почему вы слушаете именно эту аудиокнигу? Для чего? Да, психосоматика в настоящее время не входит в область доказательной медицины. Просто потому, что мы не можем измерить наши мысли, а уж тем более их конкретное воздействие на наше тело. Поэтому я не прошу вас верить, я прошу вас проверить, а уже после этого решать, вписывать вам эту информацию в вашу картина мира или нет. Второе. Эйфория. Каждое слово откликается. Всё именно так. Есть только психосоматика, остальное чушь. В больнице я больше не хожу. А ещё мне нужно всем теперь рассказать об этом и убедить их. Это прекрасно, что вы готовы воспринимать новую информацию. Но задача книги – не поменять ваше мировоззрение, а расширить его. Руководствуйтесь девизом «слушаю, но думаю своей головой». Знание психосоматики не отменяет похода к врачу. Третье. Открытость. Я открыт или открыта новой информацией. Хочу глубже узнать эту тему, сделать практики, попробовать, оценить. Психосоматика – это не волшебная таблетка и не панацея от всех болезней. Но это важная часть в комплексном подходе к здоровью как дополнение к традиционной терапии. Насколько важно – решать вам. Задача этой книги – дать вам максимальное количество простой, понятной любому человеку практической информации. Научить помогать себе и близким. Мне никто не может помочь. Диалог, который состоялся в моем рабочем кабинете. Говорит девушка. Я не знаю, что мне делать. Я в отчаянии. Говорю я. Расскажите подробнее, что вас привело ко мне. Как я вам и писала, я уже у всех была, у кого только можно. И нет никаких результатов. Все говорят, что я придумываю. Этого не может быть. Анализы чистые. Все показатели в норме. Предпосылок к моему самочувствию нет. Но уже третий год меня мучает цистит. Страдает интимная сторона моей жизни, что приводит к непониманию со стороны мужа. Да и постоянный дискомфорт, честно говоря, уже надоел. А сколько вам лет? 27. Во сколько лет появились первые симптомы и предпосылки, спрашиваю я? В 24 года. На часах было 10.00. Начало рабочего дня. Напротив меня сидела красивая девушка с распущенными волосами и в строгом костюме. Ее лицо выражало внутреннюю боль и растерянность. Она нуждалась в помощи. Знакомы ли вы с психосоматикой, спрашиваю я? Немного. Я подписана на ваш инстаграм и давно вас читаю. Это когда тело о чем-то мне говорит, а я его не слышу. Честно говоря, у меня есть некоторые обиды на моего отца, но это было так давно. Не знаю, может ли это повлиять на ситуацию, которая есть у меня сейчас. У каждого из нас есть какие-то обиды или невыраженные эмоции, но это не всегда приводит к изменениям в тканях организма или к заболеваниям. Наше тело и психика имеют очень тесную связь. Девушка спрашивает. И что, даже цистит может быть связан с психосоматикой? Это же не просто так. Говорят, его вызывают бактерии. Правда, у меня их не находят. Сейчас мы с вами проверим это. Какие события происходили в вашей жизни накануне появления первых симптомов? О чем вы постоянно думали? Что вызывало эмоциональное напряжение? В процессе нашего разговора девушка начинает плакать. Моя история. Как я пришел к психосоматике. Я не всегда знал о связи между психикой и телом. К этому пониманию меня привел определенный жизненный путь. Меня всегда мучил вопрос, почему люди болеют? Стандартные ответы экологии, наследственность, образ жизни меня не устраивали. Эти факторы, несомненно, влияют. Но почему при сходных условиях картина заболеваний каждого человека настолько уникальна? Почему у всех есть свои слабые места? Не вступает ли здесь в силу таинственный четвертый фактор? Образ мыслей. Тема здоровья появилась в моей жизни не просто так. Мой прадед – донской казак, который дожил до 115 лет и однозначно что-то знал о здоровье. Мой дедушка по материнской линии был хирургом, а по отцовской линии, как говорится, целителем от Бога. Это было советское время, он работал на заводе. А по вечерам учился, чтобы получать среднее медицинское образование, диплом массажиста. Он жил в деревне, и к нему выстраивалась очередь. Он владел точечным массажем и помогал людям с разными недугами. Его уважали и любили. Он следил за своим здоровьем, ел живую и здоровую пищу, выращенную на собственном огороде. А по утрам делал особенную зарядку кунг-фу. Как вы понимаете, для того времени это было в диковинку. Он искал всевозможные пути для улучшения здоровья. А мой отец – профессиональный массажист, и на протяжении многих лет спасает людей от физических болезней и помогает улучшить качество их жизни. Когда я вернулся домой после армии, разумеется, ни одной мысли о том, чтобы продолжать семейную традицию, у меня не было. Да и вообще ничего не было в голове, кроме ветра и желания наслаждаться жизнью. Я пробовал разные сферы деятельности, время шло, и ничего конкретного так и не отзывалось в моей душе. Это продолжалось до тех пор, пока однажды, буквально насильно, отец не отправил меня учиться массажу. Ты просто попробуй, а если не понравится, выбери что-то другое. И как ни странно, это меня увлекло. Мне стало интересно, мы учили анатомию, физиологию, и как все в нашем теле взаимодействует между собой, и как помочь людям. Как сейчас, помню свой первый массаж, когда человек встал с кушетки, улыбнулся и сказал «Спасибо». Мне стало намного лучше, боли практически нет. В тот момент в моей голове что-то щелкнуло, и я понял, что хочу заниматься именно этим, помогать людям. Я изучал разные техники массажа, осваивал новые направления и постоянно учился. Круг моих довольных клиентов постоянно рос, что мотивировало меня делать новые шаги в этом направлении. В какой-то момент я понял, что мне нужны фундаментальные знания о функционировании человеческого организма, и поступил в медицинский колледж. Днем ходил на лекции, а после обеда помогал людям с помощью массажа. Ко мне приходили разные люди, разного телосложения, разных социальных групп, с разным образом жизни. Между ними было что-то общее, а в чем-то они отличались. Меня всегда интересовал вопрос, почему те или иные мышцы спазмируются? Как это происходит? Ответы типа, что это зависит от образа жизни, наследственности, недостатка или переизбытка физической активности и так далее, не совсем удовлетворяли мою жажду познания. Ежедневно я видел множество людей. Конечно, их лиц я не помнил, а вот мышцы, осанка и проблемы запоминались. Когда ты увлечен своей работой, ты смотришь не на человека, а вглубь тела, на то, как работают мышечные цепи. Порой я мог вспомнить человека только лишь по его спине. В то время моя методика заключалась в следующем – расслабить напряженные участки тела и включить в работу слабые мышцы. И у меня были хорошие результаты. И тут мне попалась информация об обучении по прикладной кинезиологии. В аннотации к ней мало что было понятно. Речь шла о мышечном тестировании. Остальных терминов, изложенных в программе, я тогда еще не знал. Помню, как пришел к отцу за советом, и он сказал, «Я не знаю, что это такое и как это работает, но я знаю точно, что тебе нужно это попробовать». Это был шок. Оказывается, можно научиться разговаривать с телом через мышечные тестирования. Я узнал, что в нашем теле все взаимосвязано. Есть некое единство – структура, само тело, биохимия и психика. И все они друг на друга влияют и формируют различные заболевания. Для качественной работы нужно найти первопричину, понять, на каком уровне она возникла, и устранить ее. Тогда все тело начинает перестраиваться. И это не всегда просто зажимы в теле. Теперь я понял, почему мои клиенты возвращались ко мне. Я просто не находил первопричину. Я работал на уровне следствия. Как вы понимаете, для простого классического массажиста это было за гранью реальности. У нас было много практики, и мы все тестировали на человеке. Находишь проблему, тестируешь, делаешь технику и опять тестируешь. И, о чудо, мышцы включаются, появляется сила. Сам бы не поверил, если бы не попробовал. На этом обучении произошел очень интересный случай. Я сидел рядом с девушкой, и когда мы с ней познакомились, она сказала мне, «Ты будешь лечить сердцем». Тогда эти слова показались мне скорее забавными. Я не принял их всерьез. И только через 5 лет я понял, о чем она мне говорила. Те техники, которые я применяю сейчас, нужно делать от сердца. Точнее, из сердца. Потому что любовь — это самая чистая и самая сильная энергия. А мы все состоим из любви. В конце семинара произошло еще одно очень важное событие, которое повлияло на весь мой дальнейший путь. Обучение закончилось, и мы собрались уходить. И тут ко мне подошла женщина со словами, «Не могу на это смотреть. Почему ты такой напряженный? Ляг на кушетку, я с тобой немножко поработаю». Как сейчас помню этот момент. Она слегка прикоснулась к моему затылку, и по моему телу, по моему позвоночнику побежал поток энергии. Тело размякло, как сыр в микроволновке. И в этот момент мне пришла следующая картинка. Я в светлой комнате и открываю окно. Комната еще больше заливается светом, и я вместе с ней. В этот момент я начинаю безудержно смеяться, пытаясь себя сдерживать, чтобы не обидеть коллегу, но особо не получается. Это был смех счастья и освобождение. В этот момент она мне сказала, «Очень хорошо». Пошла эмоциональная реакция. «Нужно еще немножко подождать, у тебя напряжение в 10-12 грудных позвонках». Как ей это стало известно? Ведь она просто держала меня за голову. Что происходит такое? Откуда она это знает? Чувствует? Она продолжала. «Вот теперь хорошо, можешь встать». Сеанс длился всего 4-5 минут, а я чувствовал себя так, как будто только что родился. Это что было вообще? Оказалось, что она занимается остеопатией. Я поблагодарил ее, рассказал о своих впечатлениях. Она объяснила мне, что в теле отпечатываются невыраженные эмоции. И через тело же мы можем их выпустить, что и произошло. В этот момент я понял, чем я буду заниматься дальше. Я хочу уметь так же. Мы обсудили, какая остеопатическая школа подойдет мне больше всего. Я записался на обучение и ждал его с нетерпением. А параллельно дополнял знания по прикладной кинезиологии. Она тоже затронула мое сердце. До начала занятий оставалось 3 месяца, и чтобы подготовиться, я начал читать книги по остеопатии, краниосакральной терапии и многие другие. Оказалось, что это очень интересно. В основе анатомия, анатомия, еще раз анатомия. В книге автор писал, что при должном развитии перцепции, а перцепция – это наше восприятие, мы можем почувствовать, как движутся наши кости черепа, позвонки, внутренние органы и другое. Меня завораживала эта информация, но я не знал, как ее применить в жизни. После каждого массажа я клал руки на голову клиенту и пытался почувствовать, как движутся кости. Но ничего не получалось. Это же кость, как она может двигаться? Но я не терял надежды и ждал обучения. И вот занятия начались. Было много теории и практики. Мне очень понравилась информация. Она помогла мне ответить на многие вопросы, которые я раньше не мог понять в своей работе. И самое главное, все техники оказались очень мягкими, без напряжения. Чего не скажешь о массаже, где чем глубже, сильнее, тем лучше. Основная суть метода – есть некое остеопатическое повреждение, которое может находиться на разных уровнях в разных тканях. Фасции, кости, мышцы, внутренние органы, сосуды, нервы. Вот его-то и нужно найти. Это повреждение закручивает все тело. Иными словами, тело адаптируется под него. Как только повреждение найдено, делается нужная техника. И оно перестает быть актуальным. А соответственно, телу больше не нужно подстраиваться. Оно начинает раскручиваться и перестраиваться. И вуаля! Есть результат. Работа настолько мягкая и не выходящая за анатомические барьеры, что со стороны даже может показаться, что человек просто прикасается или вообще ничего не делает. Только профессионал поймет, что идет качественная работа высшего уровня. Ну и, конечно, клиент по улучшению его самочувствия. Как сейчас помню, я приехал к папе в гости. А у него уже две недели болела спина в нижнем грудном отделе. Чем он только не мазался и чего только не делал, ничего не помогало. А мне как раз нужно было отработать одну технику. И я сказал, что могу помочь. Я положил одну руку на заднюю часть спины, а вторую на область солнечного сплетения. И стал медленно, без особых усилий работать. Я-то знал, что я делаю. Проводил балансировку груда брюшной диафрагмы. Так как частая причина боли в этом участке – это ее блокировка. Через несколько минут боль прошла. Отец удивился. Это не соответствовало его картине мира. Чтобы ушла боль, нужно делать массаж. Долго, глубоко и тяжело. А тут без особых усилий достигнут результат. На тот момент он списал это на то, что просто по срокам пора бы уже болью прекратиться. Ему потребовалось еще некоторое время, чтобы полностью принять эту науку. Сами по себе остеопатические техники несложны. Вот только чтобы их выполнять, необходимо развивать свою перцепцию. Нам на обучение дали упражнение, которое мне очень помогло первое время. И я поделюсь им с вами. Упражнение для развития чувствительности. Первый этап – расширение. Примите удобное положение в пространстве. Ноги касаются пола, спина опирается на спинку стула. Плечи и голова в свободном, нейтральном положении. Итак, вы сидите на стуле с закрытыми глазами. И я прошу вас включить свое воображение. Представьте, как на вашу макушку опускается золотой поток света. И начинает наполнять вас. Он наполняет ваши плечи, кисти рук, грудную клетку и живот. Благодаря этому потоку тело становится легким и невесомым. Позвоночный столб искрится в потоке света. От макушки до копчика. Каждый позвонок наполняется. Этот поток наполняет внутренние органы. Таз, бедра, голени, стопы. А через стопы поток света уходит в землю. И вместе с этим второй поток энергии наоборот поступает из земли ваши стопы и начинает вас наполнять снизу вверх. Таким образом, два потока наполняют вас, не мешая друг другу, а наоборот дополняя друг друга. И в какой-то момент тело полностью наполняется светом и начинает светиться, сиять. И этот свет начинает наполнять все пространство вокруг. Вашу комнату, в которой вы расположены, дом, возможно, даже улицу снаружи, тропинки, дорожки, деревья, здания, возможно, даже те места, где вы любите гулять, вашу работу, место, где живут ваши родные, близкие. И через некоторое время света становится еще больше, и он наполняет весь ваш город, природу, горы, вершины, моря, океаны, долины, луга, весь континент. И через какое-то время этот свет наполнит всю планету. А возможно, пойдет еще дальше, наполняя другие планеты Солнечной системы, звезды, другие галактики, и в итоге всю нашу Вселенную. И в тот момент, когда все вокруг будет наполнено светом, позвольте себе немного побыть в этом состоянии. Да, сколько вам необходимо, столько, сколько хочется. И есть все необходимое время для этого процесса. в вашем ритме и в вашем темпе. А затем свет также плавно в обратном направлении возвращается в вас. Как будто бы назад обратная съемка. И вы наполняетесь этим состоянием, наполняетесь этим светом. и в вашем ритме.